Всем привет! Волшебная вселенная продолжает уверенно двигаться вперед, ведь в конце прошлой недели мы узнали лично от нынешнего босса в ABD Discovery Дэвида Заслова, что они не только очень активно сейчас трудятся над сериалом по Гарри Поттеру, но также что целая команда представителей компании и стримера Макс провела несколько недель в Лондоне, лично общаясь с Джоан Роулинг и, дескать, обе стороны в полнейшем восторге. Разумеется, что при этом хейтеры Джоан напротив пылают благородным гневом, но так по-честному их никто особо уже и не спрашивает. В конце концов нам объявили дату выхода будущего проекта, она уже сейчас намечена на 2026 год. А вот что еще примечательно, и это, скажем так, уже ложка дегтев, пока что бочки меда, всех ожиданий и надежд, это что по неподтвержденным на данный момент официально сообщениям, новый каст будущего сериала, который никаким образом пока что не озвучен, должен будет, цитирую, отвечать современным изменениям в обществе, мире и медиа-ландшафте, которые произошли за более чем 20 лет с момента выхода первого фильма. Что это означает? Можете догадаться сами. Что же, вперед узнаем все детали. Погнали! KIS4GAMERS лучшая площадка для геймеров и не только. Ведь тут вы найдете огромное количество всевозможных игр для разных платформ и сервисов. Все самые свежие новинки тоже появляются первыми на KIS4GAMERS. Плюс тут всегда по лучшим ценам можно приобрести игровую валюту, ключи, аккаунты или различный софт. Все транзакции проходят безопасно, а продавцы надежные и проверенные. К тому же любые вопросы поможет решить качественная поддержка, работающая 24 на 7. Для вашего удобства есть множество способов оплаты, а по нашему промокоду MOVIEMAKER будет скидка 10% на всем. Ссылка в описании. Итак, давайте не будем тянуть и пойдем сразу к главному. Премьера сериала о Гарри Поттере, который уже успел наделать так много шума, запланирована, как выяснилось, на 2026 год. Выйдет он на стримере HBO Max, который нынче просто Макс, и, как оказалось, Джон Роулинг недавно встречалась с руководителями компании VB Discovery и стримера, чтобы обсудить грядущее шоу. Как написало издание Variety, Гарри Поттер должен вернуться на маленькие экраны в 2026 году. Планируется, что первая часть сериала о Гарри Поттере появится на потоковом сервисе Max в 2026. Об этом заявил генеральный директор VB Discovery Дэвид Заслов в пятницу, 23 февраля, во время его отчета о прибыли и убытке компании за 4 квартал. Ожидается, что новый сериал будет охватывать 7 сезонов, адаптируя каждый том из самой продаваемой серии фэнтезийных книг Джон Роулинг. «Мы не стесняемся своего ажиотажа вокруг Гарри Поттера», заявил Заслов, отметив, что последний фильм данной серии от Warner Bros. Pictures был снят более 10 лет назад. Речь идет о вторых дарах смерти, которые вышли в 2011 году, и дальше вы поймете, к чему это, но всему свое время. Ведь, кроме прочего, Заслов сказал, что несколько недель назад он лично был в Лондоне вместе с боссом HBO по контенту Кейси Блойсом и Ченнинг Дан Джи, председателем Warner Bros. Television, чтобы встретиться с создательницей книг Джон Роулинг по поводу будущего проекта. «Мы провели некоторое время с Джей Кей и ее командой», — сказал Заслов. «Обе стороны просто рады возродить эту франшизу. Наши разговоры были замечательными, и мы были очень рады тому, что нас ждет впереди. Нам не терпится поделиться десятилетними новыми историями со зрителями Макс и фанатами Гарри Поттера по всему миру». Такие слова Биг Босса, правда, не только вызвали ажиотаж среди поклонников Патерианы, но, кроме прочего, еще и всполошили хейтеров лично Джон Роулинг, которых у писательницы немало. Ведь, судя по всему, сейчас Ворнеры, которые еще пару лет назад более чем пренебрежительно вели себя в отношении писательницы, напротив, обхаживают ее со всех сторон, заглядывают в роты и всячески делают ударения на их отличных отношениях. Забавно за этим наблюдать, особенно понимая причины таких метаморфоз. Ведь еще пару лет назад ВБ не планировали более ничего общего иметь с Патерианой, и тогда они могли себе позволить довольно хамское отношение к создательнице книг. А вот сейчас, будучи в крайне сложном положении и делая большие ставки именно на старые, раскрученные уже франшизы вроде Поттера, ВБ Discovery и боссы компании, напротив, понимают, что без одобрения Роулинг им нынче никуда, вот и переобуваются в воздухе. Кстати, сама Джоан еще в конце прошлого года ответила своим недоброжелателям, которые заявили, что планируют бойкотировать телеадаптацию Макс из-за ее участия, сказав следующее «Активисты моими упоминаниями пытаются организовать очередной бойкот моего же творчества, на этот раз телесериала Гарри Поттер, поскольку предупрежден, значит вооружен, я приняла меры предосторожности и приготовила большой запас шампанского», написала Роулинг в своем посте в Твиттере. Что же касается самого стримера, то, например, Ченнинг Дэнджи, председательница Warner Bros. Television, рассказала недавно о ходе работы над сериалом «Гарри Поттер. Волшебный мир». Это, если что, пока что рабочее название проекта, не факт, что оно потом не изменится. Как было объявлено в прошлом году, каждый сезон десятилетнего сериала будет основан на одной из книг франшизы, говорит Биг Босс. «Мы ведем переговоры с рядом разных авторов, чтобы выяснить, кто будет руководить этой франшизой для нас», продолжила Дэнджи, добавив, что слухи о том, что кастинг уже идет, не соответствуют действительности. «Первый шаг для нас – выяснить, кто будет этим шоураннером, и как только мы определим это, мы сможем начать наши кастинговые разговоры». Сложнее всего первых две книги, где детям около 11 и 12 лет завершила она. Кстати, что касается кастинга, есть мнение, что даже несмотря на то, что он, возможно, еще и не начат, уже наперед можно говорить о том, что примерно из него получится. Но, опять-таки, об этом чуть погодя. А вот, чтобы поставить уже точку в еще одном вопросе касательно актеров, Warner Bros. Television заявили, что в их проекте будет задействован совершенно новый актерский состав, не включая никого из участников фильмов. Кроме того, сам Дэниел Рэдклифф, сыгравший мальчика, который выжил ранее, говорил, что он определенно не ищет этого каким-либо образом, имея в виду свое участие в будущем сериале. Так что, если кто-то надеялся увидеть каких-то прежних любимцев из фильмов, то эти надежды тщетны. Хотя, впрочем, если посмотреть на некое подобие первого тизера будущего сериала, то там можно, наоборот, четко проследить, как авторы ролика, по сути, берут все из предыдущей саги. Там и знакомы всем шрифты, и культовая музыка, и привычное изображение Хогвартса. Так что, пока не до конца понятно, в чем, собственно, должна выражаться эта полностью новая строка в Патериане, о которой нам так много говорят. Ну что же, а теперь мы переходим к, так скажем, неофициальной части нашего мероприятия, а значит, пришло время подписаться на наш канал, поставить лайк, кому нравится то, что мы делаем, это очень важно для нас. Ну и, разумеется, бегом в нашу телегу, там мы частенько информируем обо всем происходящем гораздо быстрее, чем можем это сделать здесь. Так вот, дело в том, что, конечно же, помимо предвкушения и приятных эмоций, разумеется, в контексте будущего Гарри Поттера, есть огромная доля переживаний по поводу того, сумеют ли авторы будущего сериала хоть отчасти передать ту магию, которую в свое время создали авторы фильмов, а также будут ли они придерживаться книжного первоисточника. Простой пример для понимания. Сериал «Властелин колец», который даже сравнивает с трилогией Джексона, больно, не говоря уже о книгах Толкина. Понятно, что повторения похожей истории никто не желает с Гарри Поттером. Ну а масло в огонь тут подливают некоторые англоязычные издания, которые уже расфорсили новость, сформулирована она по-разному, но если обобщить, суть все равно одна. Новость состоит в том, что якобы в Макс настроены на, так скажем, исправление всех недочетов оригинальных фильмов. В первую очередь эти в кавычках «недочеты» были связаны с критикой оригинальной серии за, так скажем, отсутствие разнообразия и правильного представительства. И хотя, как по мне, это довольно странно, ведь в Поттереане были и темнокожие, и азиаты, и представители Южной Азии, все равно по нынешним меркам этого недостаточно. И тут как бы надо понимать, совершенно пофигу, если каст нового сериала будет не белым. Да он точно полностью белым и не будет, да и нормально. Не хочется другого, не хочется, чтобы в будущем проекте начали наворачивать то, как это сейчас любят. Ну типа взять из-за бабаха черную Гермиону, как уже это провернули ранее в экранизации «Проклятого дитя». Ну потому что кто бы что ни говорил, а люди уже имеют свое представление о том, как выглядят как минимум ключевые герои истории и не стоит рушить его уж прям на корню. Как не стоит и делать то, что недавно наворотили в сериале «Хайло», когда они взяли и одного персонажа сделали черным альбиносом слепым геем. Ну типа, чтобы уже вот прям все впихнуть, абсолютно что только можно. Там на самом деле вышла довольно забавная история, кто хочет в деталях, жмите прямо сейчас на подсказку и смотрите наш отдельный видос. Так вот, подобного рода нововведений вот уж точно не хочется, не имея при этом ничего против нормальной адекватной инклюзивности, которая была в фильмах и которая определенно будет в сериале. А именно на это нам с вами намекают некоторые издания, ссылаясь на своих инсайдеров, говоря, мол, как мы это цитировали ранее, новый каст будущего проекта должен будет отвечать современным изменениям в обществе, мире, медиа-ландшафте и бла-бла-бла. Честно говоря, понимая при этом, что за эти 20 лет никто не сподобился снять ничего, что могло бы стать аналогом или хотя бы подобием оригинальных фильмов Патерианы в их жанре, не хочется никаких пресловутых перемен. Ну там знаете, чтобы Гермиона теперь через раз кричала о том, что она сильная, независимая и декларировала это на каждом шагу, как любят извоять нынешние гениальные сценаристы. Ведь по факту Гермиона из фильмов и сильная, и независимая, вот прям без шуток. И Рон с Гарри не раз говорят между собой, что мол типа без нее мы точно не справимся и все в этом роде, но при этом та Гермиона воспринимается отлично, органично и не бесит никого своим постоянным нытьем о притеснении или о том, как ей никто не нужен и как она будет бороться за все хорошее, против всего плохого, добиваться всего сама, ну в общем вы поняли. Как по мне, вот в этом заключается, если не единственное, то одна из многих угроз для будущего сериала о Гарри Поттере. Особенно с учетом того, что Джоан Роулинг тоже любит задним числом начать делать финты ушами. Как то после появления Черной Гермионы в Проклятом Дитя, писательница такая, мол, а я в своих книгах нигде не писала, что она белая, плюс нельзя не вспомнить ее лавстори между Дамблдором и Гриндевальдом, которые уж точно не обрадовались зрители во всем мире. В общем, тут кроется очень серьезная опасность, не говоря уже о том, что и в других моментах. Как то завышенные ожидания, колоссальная планка поставлена оригинальными фильмами, которой придется тянуться новому сериалу, а если он не дотянется, ничего хорошего его создателям ждать не придется. Да и вообще проблема, что им придется пересказывать историю, которая уже получила свое почти что хрестоматийное воплощение. И тут, если все будет по-новому, зрители могут оказаться недовольными, мол, а раньше было лучше, а если все попробуют повторить, тоже будет вой типа ничего нового, вторичность и бла-бла-бла. Короче, есть на чем запариться авторам новой адаптации, ну и конечно мы пожелаем им удачи и будем ждать, что у них получится. На этом мы закругляемся, пишите ваши комментарии, переходите в наш телеграм и обязательно подписывайтесь на наш канал, а также ставьте пальцы вверх. Спасибо всем за просмотр и всем пока!